Друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, либо с вами, не знаю, доброй ночи, с вами Руви и игра Пуларан Увенз Баттлграунд. Сегодня я упал на город под названием Сахми и играю в режиме от первого лица. Многие из вас спросили первого лица, я все комментарии читаю и понял, что реально нужно это дело записать. Для людей, которые новики на канале, я объясняю, я, ребят, игрок третьего лица, всегда играю третьего и, в общем-то, от первого скилла особо большого не имею. Ну, наверное, его вообще не имею. Поэтому я предупредил, заранее сори. Всем желаю приятного просмотра, сори, что роликов не было целую неделю, это реально очень много для моего канала, это реально прям дохрена, потому что на моем канале ролики выходят, в принципе, каждый день, иногда даже два раза в день, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Короче, чуваки, вот так произошло. Был очень занят учебой, это очень смешно звучит, да, это правда, ну и немного отчасти был занят, не знаю, как вам сказать. Короче, скачал я доту, меня заставили, вот. Вот, я не хотел этого делать и, короче, тоже время немножко потратилось. Ну, сегодня я решил, что всё, нужно бороться за контент, нужно делать грязь, нужно разваливать кабины и, ребят, с этого дня реально буду выпускать ролики стабильно. Ну, вы не думайте, что я прям там доту играл, нет, ребят, я реально был очень сильно занят учебой. Так, компенсатор на ПП, забираем бинтики. В город упало, кстати, ну, не знаю, насколько много, но люди падали, людей я реально видел. По-хорошему найти М24, блин, аптечку просрал, мне впадло возвращаться, короче, не буду. По-хорошему найти М24, реально есть желание поиграть с этой пушечкой. А также найти какую-нибудь, ну, Мка меня устарает, наверное, с Мкой я и буду бегать. Ну и всё. Больше, в принципе, я ничего не хочу. Отлично, вот аптечка, которую я там просрал. Как говорится, там потеряли, тут нашли. И мне кажется, уже время действовать, уже нужно двигаться где-то, где-то находить типов, разваливать их. Так, вопрос только, где их находить. От первого лица реально очень привычно играть, я помню как-то раньше, ну, как раньше, на самом деле, это было довольно недавно. Понял, тихо. Короче, расскажу, если выживу, окей. Он в доме впереди. Так, сделаем, короче, вот так, сделаем вот так. Я, конечно, люблю... это М24, пацаны. Я, конечно, очень люблю Вектор, но... Но не настолько. Где он? Понял. Я не понимаю, понимаю. Так, а я не... где, где мои ХАЕшки, боже? Убил, хорошо. Пожалуй, тут прилягу, потому что я точно не знаю, убил ли он, того челика, видел в чатике, ну, в чатике, где показывают киллы, был какой-то килл с Эмки, он стрелял с Эмки в этот момент, но... Всякие, ребята, моменты бывают, возможно, это совпало с кем-то в другом месте. Тот челик сейчас меня контролит. Хотя нет, ни хрена, пацаны. Он был прям по домам, при... да-да-да-да-да-да, красиво, ну, дал. Ну что, можете меня поздравить с уничтожением лошков. Скинем это, скинем это. Рюзачок нам пригодится. Что у него было по снайпу? М24, пацаны, это просто... Тупо красиво. Четырекратничек. Пацаны, я хочу жить, я просто хочу брать топ-1. Заберу немножко пулик, заберу немножко пулик на... Снайпу... Ммм, по бесам, по бесам, в принципе, нормально. Пульки тоже есть. Слушайте, ну все. Я думаю, с этим дропом можно делать грязь. Ребят, правда, очень верю, что возьму топ-1. Давно не было топчика на канале, тем более, ну... Потому что, во-первых, я ролик не выпускал, и когда выпускал, тоже, в принципе, особо не было. Последние катки это были просто какие-то супер, там, какие-то нереальные вживания, нереальные замесы, которые я обязан был вам показать. То с грену убил там сквад, то еще что-то. Но прям вот топ-1 не было реально давно. Сегодня я пробую вытащить. Так, так-так-так-так-так, давайте примем буст. Я знаю, там было много хилов, много аптечек, но я что-то не взял. Мне, в принципе, дома хватит. Так, это скинем. Где-то спорва работают, можно было бы побежать подконтролить, но... Но хрен бы с этим, побежали вперед. Я ставлю ролик на паузу, встречаемся, когда куда-то добегу. Кстати, наверное, пожалуй, самое-самое прикольное изменение, которое я сделал за дни, которых у меня не было на канале. Ребят, я реально первые несколько дней, когда не пускал ролики, их не пускал только из-за того, что я делал эту долбанную графику. Я очень... О, вижу, подождите. Боже, не могу так говорить, вы посмотрите просто. Ой-ой-ой, как же близко. Ну почему? Так, кто кустик? Ну, это... это... это сильно не круто. Ладно, короче, рассказываю. Первые несколько дней я просто упарывался на графон, чуваки. Я перестанавливал все возможные программы, я менял всякие настройки. Я, ребят, просто все, что... Щучелик выглядит. Да боже, вы понимаете, я не могу договорить. Ну что это за жизнь такая? Короче, может быть такая ситуация, что я его догоню, там, убью и просто забуду про эту тему, про которую я еще говорил, поэтому sorry. Короче, ладно, продолжаем. Я, ребят, упарывался на графон и... И, наконец-то, это сделал. Я очень надеюсь, что увидите какие-то изменения. Очень надеюсь, что картинка стала поинтересней. О, замесики, короче, поехали. Убили. Откуда работали? Я не могу договорить. Короче, я переделал графику, поменял программу для записи видео, поменял программу для записи звука, поменял программу для монтажа. Это было плохо. Так, а по нему работали изначально кто? Где-то с ПННа, либо где-то рядом. Так, скажем, немножко пулькнаймку. Мне, в принципе, столько не пригодится. Очень сильно нужны хаешки под хаешка. Очень сильно нужен шлем, ботваловый шлем. Хорошо-то как. И давайте забирать дробецкий. Короче, ребят, напишите в комментариях, как вам новая графика. Реально стало лучше или хуже? Хуже стать не могло, поэтому пишите лучше. Реально, ребят, очень важно ваше мнение. Соранее большое спасибо. Поэтому вот так и живем. На самом деле, стремяюсь. Где-то в этом месте работали по этому типу, которого я убил. Прямо рядом. Я не знаю где. Я не знаю кто. Так, еще один энергетик нам не нужен. Блин, ситуация такая. Плыть небезопасно, потому что если я попыл, вы меня просто убьют с берега. Я не смогу набрать кислород, меня просто завалят. А идти по мосту очень опасно. Ну, потому что это мост, это просто опасно. По умолчанию. Самое радостное, что зона на мосту вместе со мной уходит. То есть чели, который был где-то рядом, который контролил мостик, тоже, по идее, должен уходить. Если, конечно, он меня до этого не заметил. Очень опасно. Прям очень-очень опасно. Притормозим где-то на буткемпе. Я залезу в какой-то домик. По-хорошему. Пробую там пересидеть. Блин. Стоит транспорт. Значит, где-то рядом челик. Ребят, если я начинаю молчать, значит, я о чем-то думаю. Следовательно, когда я говорю, я ни о чем не думаю. Поэтому, сори, что говорю херню. Так, окей. Давайте примем энергетик. Я не собираюсь, ребят, хиляться пока бинтами, потому что, ну, будем двигаться че. Пока двигаюсь, буду хиляться. Вижу. Боже, он просто последнюю секунду пикнул. Так, 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 так. Челик, короче, перебежал с этого камня, если вы не заметили, к домику поближе. И теперь П1 будет выбегать с этого домика прямо ко мне. Тупо ко мне в лапы. А вот слева или справа тоже вопрос. Куда он делся? Так, не видно. Короче, чуваки. Вроде бы, да? У меня офигенная позиция. Я принимаю, я в зоне, он не в зоне, но... Но я не вижу его. А вот в чем проблема? Он может в любой момент спуститься пониже, или подняться наверх, и я его просто не убью. Короче, убегаем. Почему меня так не любит зона? Боже, почему напрогнул под парадайз, а не под буткемп? Вот в буткемпе было бы круто, реально. Я привык, что в последнее время почти все ролики, которые записаны на джунглях, финальная зона возле буткемпа. И это прикольно. Мне это стало нравиться. Тринда. Подпушим, пацана, короче. Вижу. Не вижу. Стоп, стоп, что? Короче, дерьмо дело. Проблема в том, что если бы был только он... Ладно. Так, прикол в том, что сейчас сверху челик. Типа мне просто... Да, только что его убили. Выстрел с буткемпа прям коряком в голову. До свидания. Тогда в буткемп не заходим. Бегу сразу под парадайз. И там уже разваливаем. Чувак, вряд ли, тормозит. Короче, он бежит прямо в зону. Я предлагаю, ребят, убить его прямо сейчас. То есть я бегу примерно в сторону зоны. Но немножко смещаясь налево. Тем самым ухожу от типа справа, который справа сейчас работал. И... Убиваю челика слева. Вижу его. Либо это уже второй тип был. Короче, кто не видел, говорю, через дорогу... Прибежал челик с вторым шлемом. О, ни хера. Дроп. Так, друзья. Момент в чем? Момент в том, что нужно брать МК. Я, ребят, люблю... Очень, очень люблю... М24, я бы сказал, это просто моя любимая пушка в игре, но... МК-14, это повеселее будет. Ну, наверное, даже не повеселее, я бы сказал, да? Просто типа пушка с дропа, это круто. Поэтому давайте с ней. Вообще, очень многие в последнее время используют не снайпу, не АР-ку, а именно ДМР-ку. То есть, АР-ка, ты вот, допустим, видишь, челика, который сидит, да? Ты попал ему не в голову, а в шею. Все, он как бы сидел, вроде бы твоя добыча, ты не убил, он убежал. А вот с ДМР-ки ты промазал, все, стрелял еще раз попал, убил, все хорошо. Но, блин, ведь... У каждого свое. Мне лично нравится и ДМР, и АР. То есть, вот, любая из этих пушек я люблю. Зона нет. Так, я бы принял буст, но, пожалуй, не буду этого делать. Очень напряженный, ребят, геймплей сейчас будет. Просто первое лицо, я не привык реально играть от первого лица. Тем более джунгли. Там еще один. Где он? А вот я не знаю. Вот он либо убил его прямо сейчас, либо он где-то за камнем остался. Пацаны, я не знаю. Убил. Да, убил. Боже. Как вот просто сейчас было красиво. Так, пламегас мы оставляем. Опять Н24. Блин, обидно. Хочу, 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 ребят, СН24 поиграть. Очень хочу. Но... Но, но, но. Обстоятельства вынуждают сделать немного другое. 6Х красиво. Берем 6Х. Коктейль молотова. Возьму немножко пулек и сваливаю. Блин, чуваки, реально, я так хотел поиграть СН24. Просто реально было бешеное желание. Но МК это, ребят, оружие, которое я люблю. Примерно на таком же уровне. Капец там замесы. С Берилу убили, серьезно. Сейчас бы с Берилу играть. Сейчас все любители Берилу, наверное, на меня обидятся. Пацаны, говорю, как есть. Мне лично Берилу вообще не нравится. Но если вы умеете с него играть, то вам респект. Потому что его очень сложно зажимать. Просто сложно. Вижу. Блин, надо бивать. Убил. Хорошо, так как последний. Пацаны, вот, был бы М24, я бы хрен в голову дал. То есть, видите, у каждой пушки своя особенность. А вот СМК может дать в голову, не убить, он где-то выживет там. С М24, ну, типа, видите, у каждого свои плюсы. И вот тут вот я хрен знает. Вижу челика. Что ты сидишь, гасел? Ммм, я придурок. Красиво, пацаны, на МК. Ну, что творишь, ну? Вот-вот-вот, друзья. Реально, мне вот не зря поменял М24 на МК. То есть, такая замена мне нравится. По крайней мере, в этой катке. Так, восемь человек. Мы уже где-то в топе. Вижу, наверное, еще одного челика, либо что это. Хрень какая-то. Мы же дом возьмем. Я вот думаю. Да, давайте возьмем дом. Не знаю, насколько это безопасно, конечно, но давайте попробуем. И дальше уже глянем. Я услышал его, просто услышал чмо. Пошел в жопу. Просто, понял, пошел в жопу. Ой, как, ребят, просто вот это, блин, такое чувство, когда, знаешь, вот ты просто зашел. Вроде бы, да? Челик принимает. Нет, зона... О, это просто офигенно. Челик вроде принимает. Он знает, что ты заходишь. Он тебя контролит. Ты еще не сразу реагируешь. И ты его убиваешь. Это просто, пацаны, вот серьезно. Это охрененно. А я слышу шаги, думаю, что это мои шаги? Либо, что это шаги? Думаю, что это за шаги? Блин, класс. Так, хорошо. Нужно перемещаться в зону. Кстати, что-что? Челик, который сидел в доме, прям хреново залутан. То есть, у него был, вроде бы, первый шлем. Там... Какое-то такое себе оружие. Типа, челик залутал... Я, ребят, не ведусь, если он залутал дом. И просто в нем остался. Это вот реально вероятно. Так, контролим. Шесть человек. Пять из них нужно убить. Шестой я. Передвигаемся. Блин, ни одной хэшки, как Тельмолтова. Чуваки, вот честно, вы в меня верите? Не знаю, я бы лично в себя не верил. Ну, в смысле, вот я бы с вашей стороны не верил бы в меня. Потому что, ну, вот что-то же может произойти, правильно? Шанс взять тупо один. Не знаю, меньше двадцати процентов. Учитывая, что играю я, вообще процентов десять. Не знаю, о, вижу, 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 вижу. Боже, как я, как пацан, вот просто такие моменты. Реально, вроде бы не стрелил в сторону, посмотрел, челик увидел. Да, это круто. Так, шесть человек. Нужно приведить край зоны. Бороть бы никого. Слышу. Короче, ребят, я пока не буду агриться на тех типов, которые наработали. Проверю полностью край. Ну, как полностью, хотя бы так. Пять человек. Понемногу, понемногу, но мы ближимся к топу. Реально, ребят, если возьму топ-1 от первого лица, это будет прям прикольно. Потому что от первого очень давно не брал топ. Прям очень-очень давно не брал топы. Так, еще будет, по идее, еще мисс один, челик по кому-то работал. Хорош. Топ-топ-4. Как же это напряжено. Очень надеюсь, что, ребят, ролик не лагает, потому что я реально все так настроил, что по идее, картинка должна быть просто идеальной. Вижу. Вижу, 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 вижу. Работать не буду. Нельзя париться. Главное, что я знаю, где он примерно. Вот ведь притормозит, потом поработаю. Блин, лоу-граунд, пацаны. Дело в говне. Вижу, 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 вижу. Вот теперь, пацаны, мой выход. Ну давай, ну чувак, ну почему ты не тормозишь? Объясними, пожалуйста. Тебе нужно отдохнуть, зная это. Вот так вот. Вот так вот это делается, да. Так. Откуда? Вижу. Сейчас сверху бьет, пацаны. Прикол в том, что я знаю, что есть слева челик, и теперь впереди челик. И типа они сейчас с двух сторон. Вот в чем дерьмо. Все, забейте. Челик слева, челик спереди. Ну почему так вот, а? По кому он работает? Если успеет хиляться, будет шанс. Так, домик слева в зоне. Это прекрасно. Нужно как-то, 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 как-то это сделать. А вдруг челик слева задох, о котором я думал? Вот реально, а вдруг? Что за хаешки? Что вот это было за хаешки? Вижу. В доме. Вижу в доме, вижу справа. Пошел в жопу. Боже мой, это был такой фейл, пацаны. Просто реально растерялся. Ссорим. Так, чел слева, чел спереди. Он может пикнуть с окна. Радостно, что я хотя бы как-то в зоне вижу. Даже не я говорю, правильно? Нет, хорошо. И у него еще зона, понимаете? Пожалуйста. Давай, 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 давай. Очень хорошо попал. Он по идее сгорит. Ну, типа, горит хотя бы. Он же горит? Нет, не горит. Он не вылезет. Он не вылезет. Я бы тоже не выходил. Так, окей. Две секунды за ночь упадет. Прикол в том, что победитель чел за камнем. Просто по позициям. Просто победитель. А, стоп, один на один? Че? Подожди. Фак ю, просто. Пацаны, это была просто супер сочная катка. Я честно думал, что чел за камнем жив. Чел в домике мертв. И перебегал специально по челу. Под камнем. Но, получилось вот так. Очень надеюсь, что катка вам понравилась. Надеюсь, это так. Если это так, то поддержите ее Лукасом. Будет очень приятно. Не забудьте подписаться на мой канал. Это тоже очень-очень важно. И, знаете, с вами был я, Руви. Всем удачи. Всем хорошего настроения. И пока-пока.